Следующий поединок Фархад Арипов, Узбекистан И Олег Ефимович, представляющий Union Boxing Promotion Украина Рейтинговый Восьмираундовый поединок Нас ожидает Красный угол ринга Фархад Арипов, Узбекистан Хотелось бы сказать, что на этом Десятом Турнире про боксин-шоу Принимают участие Боксеры и тренера Из 11 стран Россия, Узбекистан, Латвия, Эстония, Украина Венгрия, также судьи Дания, Польша, Италия, Франция, Испания Вот мы видим, как выходит Узбекский боксер Наверное, под национальную музыку Фархад Архипов провел 18 поединков На профессиональном ринге Из 10 В 10 Держал победу 7 проиграл Одна ничья Ему 26 лет Мы всегда знаем, что боксеры Узбекистана Максим, хорошие боксеры Да, техничные очень Казахи, Узбеки, очень техничные боксеры В Советском Союзе боксеры Очень хорошие, очень техничные Наши боксеры украинские Неоднократно их побеждали Да, хотелось бы так же сказать О нашей национальной сборной Любительского бокса Которой На последнем чемпионате мира Завоевали 5 медалей 4 из которых Высшего достоинства Золотые И одна серебряная Таким образом Они завоевали Лицензии Лицензии На предстоящие Олимпийские игры Которые пройдут В Лондоне Летом В 2012 А вот в ринг выходит Наш боксер Представляющий Юнион боксинг промоушен Олег Ефимович Вот видите Вместе с ним выходят Игорь Гапон И Валерий Черенков Ну а Лех уже титулованный Боксер наш Провел 22 поединка С 20 выиграл 11 нокаутом Вот Имеет уже Множество поясов В том числе Интитута канального Чемпиона По версии ВБУ Да, помимо всего Всего у него Серьезная любительская карьера Он Участник И чемпионата Европы И чемпионата мира И на Олимпийские игры Он отбирался Серьезная карьера Любителя за плечами Вот уже Серьезная карьера И боксера Профессионала Также этот боксер женат Имеет двух детей Жена Идти за него Переживают Болеют Я думаю Хороший Автолюбитель Вот Давай 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 Ну, Олег, хороший техничный боксер, очень хороший высокотехничный боксер. Обычно он сразу переходит к конкретным действиям. Боксер бросается, он должен разбираться с такими боксерами. Да, грехи техники он замечает сразу, наказывает за них. Олег, давай! Олег, давай! Разведка идет. Первый раунд на разведке. Каждый подбирается на свою дистанцию. Размашется, бьет узбек чуть-чуть. Опасно головой идет. Кто-то их не изменяет себе. Как первым номером обычно он работает. Может и назад пойти, конечно. Постоянно ищет. Постоянно ищет. Концовка хорошо пройдена. Но раунд напряженный. Интересный. Постоянно ищет. Постоянно ищет. Постоянно ищет. Второй раунд. Хорошо наказывает. Постоянно ищет. Только провалил сразу. Значит хорошая техника. Постоянно ищет. 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 Тут нужно сразу контратаковать. Да, бросается узбек. Да, бросается. Вон видно, что от ковина бросается. Чипа внимательный. Завирался, можно так сказать, чуть-чуть. Четкая работа передней руки. Чаще нужно передней. Также еще хотелось вам сказать, уважаемые телезрители, любители бокса, что на вот этой конвенции, которая проходила в Донецке, 90-й юбилейной ВБА, присутствовал легендарный боксер из Панамы, Роберто Диран. Вы можете его знать. Это бывший чемпион мира, вы можете знать его по таким поединкам, как там была целая плеяда таких боксеров, как Марвин Хаглер, Томас Хирнс, Рей Леонард. Вот Роберто Диран среди вот этих четверых человек такие бои были, конечно, ожесточенные. Ну, очень интересно. Это конец 70-х, 80-х годов. Вот Роберто Диран приезжал сюда, к нам, в Донецк. Вот вы слышали, представляли нашего Олега Ефимовича. Восемнадцать лет отдал боксу уже. Какой длительный спортивный век. Четко работает передней руке. Все-таки доминирует Олег. Передняя рука намного лучше. Все, мы взбегаем. Обыгрывает его. Обыгрывает, да. Но нужно раскрыть и четко нанести правый удар. Хочет зайти, удалить левым боковым. Олег, такой боксер может темп звинтить и в конце поединка. Так что, может искать-искать к концу поединка. Может и взвинтить темп боя. Подскользнулся боксер, видно. Отлично сейчас встретим Узбека. Тоже внимательным надо быть. Узбек и размашисто бьет. Да, открыто и здесь открывается. И в атаку идет, не сомневаясь. Откровенно. Откровенно, абсолютно. Тут уже хороший встречный удар. Тем более, что левая рука всегда его встречает. Четко встретить нужно справа. А вот опыт тут можно встречать. Опускается правая рука, вон Узбека, видно, что низко опущено. Левый бьет, правый опускается. Подбородок открытый. Да, делает широкий шаг такой вперед. Сокращает дистанцию, конечно, но бросается. Узбекский боксер. Вяжет. Бресился, да, бресился. Вот хороший удар сейчас будет. Хороший, хороший. Не надо принимать его, вязаться с ним. А также с дистанции расстреливать его, выдержать дальше. Субтитры сделал. Ну да, разъехался на Нарадчике и не смог поймать. Вот, для себя он легче, а получается. Ну да, он не от удара. Это было видно, что он не от удара попятился. Вот видите, тренерам говорят, что опасно идет сбег на сближение. Да, опасно в плане и травмировать может, и опасно бросается просто. Он может там шальным ударом каким-то зацепить. По вниманию. Когда бросается, он руки опускает. Да, когда бросается, руки опускает. Хорошо его встретить. Вот видно, что бежит боксер. На встречу нужно бить сразу. Даня пятится от него. Так, хорошо сбивать его передней рукой. Сбивать постоянно. Он тем более суется головой вперед. Да, да, и передней рукой сбивать, сбивать, сбивать. А там уже, когда он бросаться будет, с задней руки. Открываться, да, бить сильнейшей рукой. Тем более, что у Олега передняя рука намного быстрее и эффективнее. Вот еще вот. Вот передней рукой сбивать атаки. Не давать ему просто, не думать, не давать, не атаки свои развивать. Тем более, что бросается, бросается. Боксер встречает. Я думаю, немножко все-таки он подсел функционально. Функционально подсел венгру. Ой, венгру, говорю. Узбек. Вот, голову опускает. Идет с опущенной головой. Тут, да, вот хороший эффективный удар был снизу. Опускает голову, снизу поднимет. Стал разбираться, как вы сказали. Не давать возможности. И голову убирает в одну сторону. В одну сторону, убирает голову. С ударами надо. Нужно только с ударами. Вот вперед тоже идти с ударами. Вот, на движение ловит хорошо. Вот попал, хорошо, отлично, молодец. Вот хорошо, хорошо на встрече. Не бросался, как поверь, хороший удар. Официально спонсору сегодняшнего турнира, частному акционерному обществу. Аплодису. Вот видно, как руки опущены у узбекского боксера, опередите здесь. Слышите, тренера тоже говорят, переднее, опережай, постоянно опережай, опережай его. И не давай пространства для действия, чтобы не бросался. Передней рукой просто бросать, сбить ему атаки. Уже видно, что тактическое ставление, перевес. Да, он чувствует его и ногами, чувствует его. Видно, как его проваливает. Да. Попятился уже без кубоксера. Да, у узбек попятился. Он уже раунда два или три назад подсел. Да, да, да. Функционально не сильно готов, может, к поединку, может, просто устал. Вот здесь вот попадает, четкий удар попадает. Вставляет четкое. В 했던 кубоксера. Четкий удар, джеб левой руки. Все рвали, это коронный левый боковой, с передней руки хочет выйти на этот бой, закончим бой достаточно. Держит боксер, сбился боксер. Чуть грязно бьет, с затылок цепляет узбек. Самому только нужно, не нужно давать ему пространство для действия. Сам, когда идет, хорошо получается все. Вот хороший боковой удар. Узбек не хочет, не хочет отрываться. Почувствовал неладное, не хочет теперь отрываться. Вот нашего боксера. Он сближается. Я его когда удержу, он не подходит. Как только я его дистанцию не держу, мы сближаемся. Он или головой тогда идет. Слышите, сам Олег говорит, как только сближаемся, он или головой идет. Слышите. Понятно, что боксер уже выбрал для себя определенную дистанцию. Узбек, я думаю, почувствовал техническое превосходство, скажем так, Олега. Все равно, я думаю, каждый выходит в ринг не проигрывать. Да, да. Здесь бокс, здесь бокс до последней минуты, до последней секунды. Ну, хорошо. Среди, ладно. Хорошо. А вблизи не дает Узбек работать. Вяжет, не дает работать. Вяжет, а вяжет. Олег! Вяжет, назовем, зажим, зажим, зажим! Вяжет, назовем! Чуть больше ударов бы. Так все хорошо и контролирует ход поединка и видит. Да, да. Чуть-чуть до точных ударов. Узбеку дают большую паузу. Узбеку дают отдыхать. И сразу идет опасное движение головы. Сближается опасно. Сближается. Для того, чтобы скорее всего... Вот, вот так вот. Да, да. В профессиональном боксе есть такие приемы, которые идут для рассечения. Просечения. Попадает публика. Попадает. Попадает. Публика просит активных действий. На голову все-таки надо закрепить, закрепить. Преимущество. Да, свои преимущества. Навстречу хороший удар нужно было еще разбивать как бы. Узбек устал, видно, двигается, двигается, а потом атаки носят такой хаотичный характер, бросается просто, усталость сказывается уже. Слышите, тренерские наставления у вас уже. Стас Мердов отсекундировал сегодня всех своих товарищей, всех одноклубников. Напомним вам, что он не боксирует, так как недавно проводил бой за звание суперчемпиона в Австралии, в котором, если можно так сказать, ему совсем чуть-чуть не хватило для победы. Я могу заметить, по бою в Австралии Стас Мердов поднялся в рейтинге, а его оппонент, который победил, опустился в рейтинге. Да, Стас находился на 97-м месте в рейтинге, а сейчас он находится на 37-м, в рейтинге мировой классификации бокса. Олег пошел в размен уже, откровенный убег стал. Обострился бой. Видите, как под левую руку Олег подводит несколько обманных движений потом. Да, левый боковой. Левый боковой. Коронным ударом. Хорошо, точно. Гуляет, гуляет уже узбек. Нужно... Да, дает ему отдыхать. Не нужно давать отдыхать. Не нужно давать отдыхать. Он гуляет, восстанавливается. Он гуляет без напряжения. Олег тоже не делает никаких активных действий. Скажем так, не беспокоит его своими ударами. Но он отдыхает. Ну вот и здесь. Вот так. Вот такая работа должна быть. Вот отлично. Вот хорошо. Хорошо. Пока. Продолжение следует... Хороший удар по печени. По печени. Хорошо пробивает такой точечный удар. Точечный... Точечные прицельные удары. Достигающие цели у Арлена. Точно бьют. Вот. Вот здесь навстречу. Вот видите, как опасно только что. На сближение пошел узбек. Головами ударились. Сейчас мы увидим последний раунд. Размен в начале раунда. Размен в начале раунда. Удар в область печени. Точно. Видно, там бросается под все. Угу. Опасно головой еще не идет на сближение. Последний раунд. Публика требует более еще решительные действия. Более уверенной победы. Да, может так сказать. Так, может так нет. Ну, какие-то тянулось. Вот здесь. Точно. Пропускают удары сразу в пинч. Пасается. Пропускают удары. 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 Пропускают удары.